Меня зовут Шапранова Татьяна, я тренер и технолог компании Гильтек, также практикующий косметолог с 20-летним стажем. И хотелось бы немножко поделиться с вами и, возможно, своим опытом, и средствами, которые выпускает компания Гильтек для ухода за проблемной кожей, в том числе и домашнего ухода. Также хотелось бы обсудить сегодня защиту от солнца. Именно для таких клиентов, поскольку вы все прекрасно знаете, что у многих клиентов с проблемной кожей, как правило, неприятные ощущения от нанесения кремов фотозащитных, и они всегда в поиске. Хотелось бы тоже поделиться нашей новинкой, особенностями нанесения средств в летний период. И поскольку все уже практически собрались, мы с вами начнем. Обсудим на нашем небольшом вебинаре актуальные летние процедуры в салоне. Вы все прекрасно знаете, что летом есть особенности ухода за кожей. Также средства, которые у нас есть с вами в арсенале. Возможно, для кого-то будут какие-то средства открытием. Возможно, для кого-то будут они привычными. Буду рада, если вы будете делиться в чате своим опытом использования средств Гильтек в вашей практике. Или, может быть, кто-то сегодня из наших клиентов скажет, что они используют. И также обсудим с вами мягкие переходы с таких серьезных, возможно, медикаментозных лечений, акне и проблемной кожи. Поскольку всегда этот переход сложный, чтобы избежать рецидива в летний период. Что и как мы с вами будем делать. И, как я уже сказала, обсудим солнцезащитные средства для жирной кожи. Как использовать, на что смотреть, как выбирать. Поэтому, конечно, буду рассказывать о наших средствах. Потому что все солнцезащитные наши средства, которые вышли. И уже у нас появилась новинка. Возможно, кто-то не знает или не нашел ее на сайте. Ее можно найти в разделе новинки. Это новый праймер солнцезащитный, который также подходит для жирной и проблемной кожи. Основные вообще проблемы с кожей в летний период. Это из-за обилия солнца, высоких температур, а также пыли, грязи. Кожа любая практически. Особенно кожа людей, склонных к акне, склонных к воспалительным процессам. Начинают салиться, сбиваются поры. И на первое место выходит, конечно же, в салонном уходе. Это процедура чистки лица, которая может сопровождаться как неприятными ощущениями, так и постпроцедурными воспалениями, которые заживают достаточно долго в такой период. Также люди с абсолютно идеальной кожей жалуются на проблему блеска кожи, ярких комедонов, расширенных пор, что делать, как себя вести, и чем косметолог может помочь клиенту. Поскольку в этот период любой косметолог немножко уходит с агрессивных косметических процедур или же с каких-то инъекционных методик, чтобы избежать того же воспалительного процесса, особенно если это подготовка к летнему отдыху, это все нужно делать заранее, то на первое место выходят, соответственно, иные косметические процедуры, которые помогут держать кожу в нормальном состоянии. Как правило, еще в летний период воспалительные процессы сопровождаются и уровнем стресса, то есть если это подростки, студенты, да и люди, которые отправляются в отпуск, немножко повышается уровень стресса, что тоже, в принципе, может влиять на воспалительный процесс. Все, кто косметологи прекрасно знают, что углевая болезнь, акне всегда сопровождаются еще какими-то дополнительными факторами, один из них стресс, также неправильное питание или смена резкое питание, смена воды. Я не буду говорить о том, что сюда может подключиться беременность, по статистике, например, стресс на 75% практически сопутствует заболеванию акне или углевой болезни. Также дополнительно повреждение кожи, в том числе и повреждение кожи от солнца, прием различных лекарственных препаратов, процентов на 20 где-то по статистике усиливает воспалительный процесс. Также неправильно подобраны косметические средства, которые могут провоцировать повреждение кожи. И, собственно говоря, таких факторов может быть много, плюс, что высокие температуры и активное солнце также могут усиливать понижение pH в более щелочную сторону, что это может сподвигнуть еще большей активности воспалительных процессов. Также раньше бытовало мнение, что на солнце или наши клиенты очень многие так считают, что я поеду на отдых, на море наступит лето, я загорю и у меня проблема сходит на нет. Отчасти это правда, но что мы видим на самом деле, это утолщение рогового слоя, весь воспалительный процесс уходит вовнутрь кожи, он не так заметен. И как только человек возвращается с отдыха или же заканчивается лето, картина может только усугубиться. Также под влиянием солнца немножко меняется химический состав кожного сала, оно окисляется и тем самым становится более плотным, вязким, забивает поры, соответственно, устье фолликула суживается, и это может простимулировать еще больше воспалительный процесс. Также это уже как сопутствующий фактор, под влиянием солнца и высоких температур андрогенные рецепторы становятся чувствительными, и у людей склонных к акне в завершении летнего периода или в летний сезон, наоборот, усиливаются проблемы с кожей. Также кожа активно под высокими температурами теряет воду и становится еще больше проблемной. Что можно делать, что нужно делать? Всегда руки тянутся каким-то агрессивным средством, хочется применить какую-то серьезную терапию, но в летний период, в жаркий период, все-таки основная программа – это не пересушить кожу, это всегда мягкое очищение, дополнительное увлажнение и грамотно подобранный профессиональный и домашний уход. Как я уже сказала, что выступают на первый план летом. Косметологи, кто давно работает, это всегда процедуры какие-то севорегулирующие. Если в зимний период мы прибегали к сложным химическим пилингам, возможно, к различным способам мезотерапии, микронедлинга, и лазерным аппаратным процедурам, то есть лечению акне, то в летний период приходит время как раз севорегулирующих процедур, севорегулирующих средств. Это мягкие-мягкие отравматичные процедуры. К ним можно отнести отравматичные чистки. Это всевозможные пилинги, его вариации. Также очень хороша будет ультразвуковая чистка. Или, что особо интересно, это комплексный подход к чистке. Это и ультразвук, и дополнительно мягкие пилинги. Сюда же в этот период приходит гальваническая чистка, пользуется большим спросом и достаточно эффективно, и дает хорошие результаты, мягкое очищение, что позволяет практически весь сезон держать кожу в очень хорошем состоянии. Также, если в зимний период мы можем позволить себе средства, например, с ретинолом, хорошие кислоты, то в летний период действительно приходит такой какой-то скин-минимализм в домашнем уходе. И, опять же, на первое место выходят защитные кремы, также кремы с фотозащитой, которые позволяют держать кожу в идеальном состоянии. Что мы подразумеваем под комплексной чисткой лица? Многие знакомы с нашими протоколами и с нашими средствами. Комплексная чистка лица или отравматичная чистка лица в случае такой фирменной процедуры ГИЛЬТЕК подразумевает под собой это мягкий энзимный пилинг при помощи энзимной маски, Далее, выполнение процедуры самого непосредственно ультразвукового пилинга при помощи дополнительного разрыхления или холодного гидрирования кожи при помощи гелия Дезинкрустанта. Процедура комплексная, которая позволяет и сохранить микрофлору кожи, и достаточно глубоко почистить кожу. Далее, после процедуры мы наносим дополнительные средства. Здесь вступают в силу средства, которые не только оказывают противовоспалительный поросуживающий эффект, но и способны защитить кожу от внешних воздействий, то есть это и тепла, и пыли, и грязи. В качестве маски можно использовать не только глиняные, калийные, себорегулирующие маски, можно включить в процедуру альгинатные маски, поскольку в летний период эта процедура тоже будет актуальна. Также многие, кто с компанией Гильтек знаком давно, также знают нашу фирменную маску, которая состоит из средств Нео, то есть это лосьон-концентрат Нео, а также гель, несмотря на то, что мы сейчас говорим о жирной коже, это гель для сухой кожи Нео, который в комплексе дают нам идеальную уходовую маску, которая восстанавливает не только работу сосудов, не только восстанавливает состояние кожи, то есть дает ей увлажненность, но еще очень хорошо убирает гиперемию, поскольку в составе всех продуктов линии Нео содержится фосфолипидный дегидроперцитин, который один из мощнейших антиоксидантов обладает еще и противовоспалительным действием, не только сосудопротекторным, поскольку многие применяют средства линии Нео для работы с кожей с куперозом, с покраснениями, для очень чувствительной кожи, но и в летнем уходе за проблемной кожей также можно эту маску совершенно спокойно применять. Соответственно, не требуется дополнительный, если мы делаем эту маску, для того, чтобы кто не... кто не... еще не... возможно, не знаком с нашей продукцией, да, или же не делали такие вариации, да, это фирменная маска Нильтек, когда мы берем обычную тканевую маску, смешиваем лосьон Нео и нель для сухой кожи, для сухой чувствительной кожи Нео, смачиваем тканевую маску и после процедуры чистки наносим маску на лицо, заворачивая лицо в кокон на 15 минут практически до полного впитывания маски, поскольку после пилинга, после процедуры ультразвукового пилинга кожа очень хорошо впитывает в себя ингредиенты и очень хорошо после чистки убирается покраснение, возможное раздражение кожи, кожа успокаивается и суживаются поры. Также можно после дополнить альгинатной маской, если в этом есть необходимость. Остатки гелия можно впитать и уже нанести финальный крем. Соответственно, в летний период можно, например, наш базовый увлажняющий крем, который постпроцедурный, заменить, например, на крем для комбинированной кожи, который уже имеет чуть-чуть больше SPF, SPF 15, либо же завершить процедуру мультипротектором, который имеет защиту от солнца 50 и выше. Что хотелось бы еще сказать? Для дополнительных уходов или курса, чтобы продержать кожу, склонную к высыпаниям, в нормальном состоянии практически весь сезон, то частота процедур будет где-то один раз в две недели. Если требуется, то можно такую процедуру выполнять один раз в неделю. Я хотела бы еще уделить внимание отдельно энзимным пилингам, которые очень мягкие и сами по себе способны решать большое количество проблем. Поскольку энзимные пилинги относятся к самым щадящим энзимам, и в отличие от кислот не повреждают гидролипидную мантию кожи и оставляют кожу в хорошем состоянии, несмотря на то, что отшелушивающий эффект у них достаточно высок. Разные энзимы действуют по-разному. Помимо того, что свойства энзимов отшелушивать верхний роговой слой, улучшать состояние кожи, выравнивать рельеф кожи, у каждого энзима есть дополнительные свойства, которые делают любой энзим уникальным. И можно сочетать несколько разных вариантов, например, энзимного пилинга. В случае гильтек все это хит нашей компании, то есть это хит бренда, это энзимный пилинг, в состав которого входит у нас пектин, молочная кислота и соли рапан, которая маска, которая способна не только мягко очищать кожу, разрыхлять эпидермис, осветлять немного яркость комедонов и суживать поры. Пектин обладает еще и противовоспалительным действием, очень хорошим поросуживающим действием. А также, возможно, многие из вас знают, что свойство пектина, то есть оказывает такое абсорбирующее действие, его очень часто принимают в медикаментозном лечении вовнутрь, для детоксикации организма. Плюс пектин очень хорошо улучшает микрофлору кожи, что особенно ценно для клиентов с проблемной кожей и кожей сакны. Также у нас в составе натуральные линии, линии ЗЮ, косметологи мало к ней обращаются, но в этой линии есть тоже уникальные средства, которые помогут и в домашнем уходе, и возможно в практике косметолога именно в салонном уходе работать отлично с проблемной кожей. Это маска скраб, кофе брейк, которая создавалась как для такой гиперкератозной кожи, для любителей механических скрабов, но это синергия энзимного пилинга и механического отшелушивания, поскольку в составе скраба, то есть в составе маски скраба есть энзим граната, здесь тоже раскрываются особенности энзима граната, он редко используется, это наверное самый щадящий энзим, почему говорю самый щадящий, потому что есть некоторые энзимы, которые достаточно агрессивны к коже и их аппликацию стоит контролировать четкое количество времени и не выдерживать достаточно долго, то есть они дополнительно обладают раздражающим действием, в случае энзима граната действие его приравнивается по действию на кожу практически к гликолевому пилингу, а также очень мягкое воздействие и энзим граната практически никогда не вызывает раздражение, поэтому здесь можно использовать дополнительно в уходе или подключить салонный уход именно как дополнительное воздействие после очищения как подготовку к тому же ультразвуковому пилингу включить его в протокол можно использовать два средства как энзимный пилинг выдержать аппликацию смыть водой и после этого нанести маску скраб и в течение нескольких минут по протоколу воздействия в течение 10-15 минут на коже здесь можно если вы используете два разных пилинга последний воздействие можно сократить до трех прошу прощения от пяти до семи минут ориентируясь на чувствительность кожи тоже можно собрать такую послойную процедуру для гиперкератозной кожи чтобы усилить действие энзимного пилинга также любой себорегулирующий уход к сожалению у нас пока нет себорегулирующей маски но любой такой уход можно еще дополнительно направить любой себорегулирующей маской его сделать более полноценным и перейду наверное сразу к фото защитным средствам а потом к средствам для поддержания кожи в летний период к сожалению я начала уже об этом говорить но немного отвлеклась что у наших клиентов вот присутствует мнение что на солнце высыхает воспалительный процесс но это как я уже сказала иллюзия и клиентам с проблемной кожей как никому другому следует защищать кожу от солнца поскольку воспалительная пигментация да или пигментация сосудистым окрашиванием пост акне она достаточно сложно потом регулируется и уходит достаточно глубоко да то есть она из поверхностной пигментации может стать глубокой поэтому обладателям жирной кожи как никому другому стоит осторожностью относиться к загару в терапевтических целях да солнечные лучи полезны всего лишь навсего от 5 до 15 минут в сутки да то есть это полезная доза облучения что собственно говоря в летний период ну как бы достаточно сложно соблюдать и не говоря о том что уже что уход ой не говоря о том что принятие солнечных ванн да там на даче на прогулке в отпуске да там где-то на море может действительно усугубить проблему защита кожи конечно это не только солнцезащитный крем но сейчас по подробнее как выбирать да то есть вот SPF 15 то что значится на креме да то есть отфильтровывает практически 90% солнечных лучей и для жителей города если вы не находитесь на солнце более получаса часа да то есть это достаточно приемлемая доза защиты если вы планируете прогулки то это уже будет SPF 30 и соответственно активно принятие солнечных ванн это всегда будет 50 и тотал защиту можно применить для особо чувствительных зон выбирать все-таки кремы стоит еще по фототипу если у вас светлая кожа да то будет всегда фото защита выше даже если вы городской житель если кожа к воспалительному процессу и это всегда шанс получить ожог да и поэтому кожа и так уже повреждена и поэтому стоит все-таки пользоваться SPF выше 30 для людей с проблемной кожей также хотелось уделить внимание тому что все-таки в какой полосе да то есть какое географическое положение у вас поскольку чем ближе к экватору тем выше солнцезащитный фактор даже если вы возьмем к примеру да так среднестатистически живете в Краснодарском крае или в городе Неленджик или в городе Сочи то в летний период в любом случае обладателю любой кожи стоит использовать SPF 50 да даже если вы ходите на работу если вы там живете и на улице находитесь достаточно короткое время плюс также стоит выбирать солнцезащитные фильтры с особой осторожностью да то есть для большинства солнцезащитных кремов свойственно достаточно плотная жирная текстура и как правило наши клиенты и я сама в том числе стараемся выбирать какие-то мягкие прозрачные текстуры поскольку высокий солнцезащитный фактор как правило подразумевает под собой достаточно плотную текстуру стоит выбирать солнцезащитные средства с базой например oil free да или же с ламиллярными текстурами которые позволяют коже дышать да и не усугубляют воспалительный процесс также хотелось бы обратить внимание что для клиентов жирной проблемной кожи когда есть воспалительные процессы стоит выбирать фильтры которые относятся к механическим фильтрам да то есть тот же самый там диоксид титана цинк поскольку они более лояльны к именно поврежденной коже некоторые из химических фильтров на воспаленной коже могут вызывать небольшое раздражение что делать да как правило химические фильтры точнее кремы с химическими фильтрами имеют прозрачную текстуру и есть возможность например с ними нанести возможно какой-то тональный крем сделать макияж здесь может быть совет только один то есть часто менять фильтры в течение дня стоит через определенное количество времени просто снять не нанести сверху а именно убрать при помощи тоника очищающего средства летом очень хорошо можно воспользоваться дневное время мицеллярной водой и нанести средства заново не буду повторяться да очень многие знают как через какое время менять кремы да то есть как с каким с какой периодичностью 2-3 часа через 15 минут да то есть в зависимости я наверное не буду повторяться если интересно да мы потом обсудим и сразу же хочу перейти для практически всех типов кожи в том числе и кожи сакне у компании гильтек есть два средства с одним из них вы все хорошо знакомы компания выпускает его достаточно давно это крем мульти протектор SPF 50 плюс да и он ойл фри подходит для практически любого типа кожи для очень чувствительной кожи и для проблемной кожи сакне в том числе он не имеет действительно легкую текстуру хорошо впитывается в составе есть еще увлажняющие компоненты да что позволяет еще оказывать ему такое вот защитное влагоудерживающее действие плюс там два вида фильтров как химические так и механические поэтому это идеальное средство для проблемной кожи многие знакомые с ним наши косметологи кто работает с химическими пилингами кто работает с повреждающими процедурами и действительно уже оценили качество этого крема недавно совсем у нас вышел буквально в этом месяце это антиоксидантный праймер SPF 30 который на химических фильтрах он имеет мягкую текстуру матовое покрытие именно поэтому он и называется праймер он действительно тоже подходит для любого типа кожи и на него идеально ложится мытьяж это для тех кто все-таки использует декоративные средства в косметике почему рекомендую его именно для клиентов с проблемной кожей в составе помимо мягких помимо солнцезащитных фильтров есть еще и основной антиоксидант витамин Е также в составе есть альфа-липоевая кислота которая обладает противовоспалительным действием и позволяет именно клиентам с проблемной кожей чувствовать себя комфортно SPF 30 да то есть по идее можно его использовать при некоторых фототипах как пляжный вариант но тогда придется его часто менять в течение дня в совокупности если вы просто сидите в офисе или же заняты чем-то дома то и на улицу выходите в какой-то короткий период времени то в совокупности его хватает на целый полноценный офисный день если вы не находитесь на улице больше двух-трех часов постоянно да то есть в совокупности его хватает сразу хочу сказать что прежде чем перейти к обсуждению средств и дополнительных еще процедур салонных проблемная кожа очень реагирует на действительно на солнце и точно так же нужно ее дополнительно увлажнять и если вы сгорели и воспалительный процесс на какое-то время затих то все равно нужно обязательно использовать средства для восстановления кожи после загара да то есть это обязательно хотя например жирная кожа это иллюзия что жирная кожа на солнце становится то есть ее можно не защищать и не нужно за ней дополнительно ухаживать я не говорю что после моря кожа шелушится от морской воды да а именно от солнечных после солнечных ванн идеальный вариант да то есть это средства которые содержат экстракты алоэ вера алантаин и основные антиоксиданты вот если вы совсем сгорели да или так иногда случается что если клиенты с чувствительной кожей они все-таки не так злоупотребляют солнцем а наши клиенты которые имеют жирную кожу не очень часто находятся на солнце потому что нет ощущения что кожа повреждается это на внутреннем уровне то идеальный загар не будет а будет действительно пигментация также есть средства в составе которых есть ингредиенты которые усиливают загар или делают его ровнее большинство из них также обладает еще и антиоксидантом эффектом для того чтобы создать ровный загар на проблемной кожи без пигментации стоит использовать практически комплекс это не только защита кожи от солнечных лучей но еще и достаточный комплекс под антиоксидантных компонентов и чтобы повысить уровень защиты кожи за счет дополнительных ингредиентов чтобы повысить устойчивость к ультрафиолету и воздействию дополнительных факторов это и пыль и грязь и дополнительные раздражители особенно для жителей города здесь вступают в силу наверное такие сыворотки или же дополнительные средства на которые в обычный период мало кто обращает внимание возможно только те кто трепетно относится к своей коже здесь стоит обращать внимание на средства которые восстанавливают микробиом кожи про энзимы мы с вами уже обсудили это те компоненты которые будут защищать кожу и усиливать внутреннюю защиту кожи от ультрафиолета и те компоненты стоит обращать внимание на те компоненты в косметике которые минимально разрушаются на солнце да то есть это в основном антиоксиданты в том числе и здесь приходит время еще и компоненты компонентов которые так называются микробиом френдли или же лизаты бактерий недавно на семинаре который был у нас в компании одна доктор с очень большим опытом я иногда не понимаю когда можно или нужно использовать средства для восстановления микробиома кожи потому что как правило наши клиенты приходят уже с разрушенным и мы начинаем такие более серьезные процедуры в салонном уходе мы делаем как раз лето это то время когда нужно и в домашний уход эти средства их можно совершенно спокойно использовать не совершенно спокойно их нужно использовать в уходовых процедурах что делают компоненты микробиом френдли имитируют действия собственной микрофлоры что особо ценно для клиентов с угревой болезнью склонностью к высыпаниям и с сложными формами акне то есть это имитация собственной микрофлоры особенно после каких-то агрессивных процедур которыми или же медикаментозных средств которые были назначены или вы делали в салонном уходе чтобы восстановить вот этот вот эту потерянную микрофлору усиливают иммунитет кожи так можно назвать и укрепляют барьерную функцию также большинство из них снимают воспалительные процессы и они же очень хорошо удерживают собственную влагу в коже дополнительно еще давая увлажнение на что особенно ценно в летний жаркий период когда потеря влаги очень высока на какие ингредиенты стоит обращать внимание который действительно микробиом френдли который способствует и заживлению и увлажнению кожи и восстановлению потерянного микробиома то есть это все сахариды то есть лактоза глюконовая кислота и все что с этим связано стоит обращать внимание на инулин альфа и бета глюканы ну и соответственно лизатой пифиды и лактобактерии эти компоненты у нас есть в прям на сыворотке направленного действия это сыворотка про биоскин которая может использоваться и после курсов химических пилингов после каких-то более глубоких повреждающих процедур в момент ухода то есть момент реабилитации также после выхода с медикаментозного лечения акне и вот из моего например личного опыта несмотря на то что у нас эта сыворотка находится в интенсивных но она там находится потому что высокое содержание активных компонентов то есть есть сыворотка интенсив омоложения которая содержит бета-глюканы и прекрасно дополняет процедуру как мягких пилингов так и в момент реабилитации после срединных пилингов для восстановления кожи почему я говорю о ней в проблемной коже потому что моментальное заживление происходит и восстановление кожи даже после даже при неприятных проявлениях акне как в молодом возрасте так и во взрослом возрасте то есть такое тоже у нас случается на гормональном фоне у дам также может быть акне домашние средства и домашний уход в летний период должен содержать неагрессивные средства и мягкие средства для умывания если по какой-то причине или же все-таки это необходимость использовать серьезные кислотные средства или же деполены в летний период то средства для очищения кожи с кислотами в летний период стоит использовать только в вечернем уходе в дневном уходе это всегда мягкие средства желательно в летний период не рекомендовать клиенту исключить из ухода спиртовые тоники и кислотные в том числе если есть необходимость то это только в вечернем уходе а использовать безспиртовые тоники содержащие дубильные поросуживающие вещества те же компоненты микробиум френдли и увлажняющие компоненты для восстановления кожи к ним можно совершенно спокойно отнести тоник для жирной проблемной кожи который не содержит спирта наверное это один из моих любимых коллекций гильтек по той простой причине что он несмотря на такое название несколько непривычен для клиентов потому что он прекрасно успокаивает кожу даже очень раздраженную кожу и очень хорошо суживает поря если его использовать достаточно хорошее время и хорошо себя регулирует именно кожу прекрасное средство или там на мой взгляд шикарный тоник с гидролизатом коллагена и алоэ вера также можно использовать разно направленно несмотря на то что он находится у нас в линии антиэйдж то его прекрасно можно использовать в качестве тоника в летний период для клиентов с проблемной кожей и в качестве увлажнения и обладает он прекрасным противовоспалительным действием ну и тоник с аха кислотами можно использовать в вечернем уходе при условиях что клиент днем наносит солнцезащитное средство да то есть перейти с плотных кремов да на мягкие увлажняющие кремы поросуживающие кремы с мягкой текстурой да с текстурой легких эмульсий хочу сказать что у нас практически не практически а все кремы имеют ламеллярную текстуру да то есть это текстура наиболее комфортная или повторяющая собственную гидролипидную мантию поэтому у нас конечно не написано это да но они все имеют мягкую дышащую ламеллярную текстуру и поэтому можно рекомендовать кремы не опасаясь комедогенности да или возможного жирного блеска в течение дня да и как домашний уход энзимная маска да то есть дополнительные воздействия энзимов в домашний уход да то есть можно стандартно энзимную пектиновую маску но напомню в линии зию единственное что хочу сказать да я всегда оговариваюсь в этот момент да то есть если нет активных прям воспалительного активного процесса да то можно маску скраб на основе энзима граната и кофейной пудры для как раз плотной кератозной кожи что летом будет очень актуально серия антиакне можно сказать полна идеальными летними средствами по уходу за кожей которые имеют легкую текстуру очень хорошо ухаживают за кожей склонной к воспалению я уже говорила про тоник для жирной проблемной кожи который у меня вот он в фаворитах и в уходах да потому что с ним если нет кератолитического лосьона или же если у меня нет для ультразвукового пилинга лосьона дезинкрустанты я например могу использовать тоник для жирной проблемной кожи он действительно суживает поры выравнивает цвет лица и при этом очень хорошо успокаивает раздраженную кожу его можно использовать и в течение дня орошением на лицо чтобы дополнительно увлажнить кожу вы все прекрасно знаете что пересушивая то есть теряя влагу кожа начинает активно выделять кожное сало и в течение дня жирный блеск это нормальное явление поэтому в качестве спрея в качестве орошения можно использовать тоник для жирной проблемной кожи гель для жирной проблемной кожи который содержит экстракт гомомелиса и экстракт фукуса также в составе его есть сера для нормализации микрофлоры то есть это прекрасный гель для выхода после лечебных препаратов вообще это аппаратный гель который применяется в процедурах для ухода за проблемной кожей его можно ввести любым форезом да пожалуйста во время ухода салонного но его также можно в летний период использовать под допустим декоративную косметику для поддержания увлажненности и поддержания микрофлоры именно в летний период недавно у нас появилось средство это макирующий флюид единственное что летом все равно стоит немножко с осторожностью и к нему нужен все-таки SPF фактор потому что в составе мактирующего флюида есть лициловая кислота но это средство для ежедневного применения которая содержит микроспонжи которые абсорбируют излишнее кожное сало сокращают выделение севума и это не только сиюминутно но поскольку есть еще достаточно активные уходовые компоненты как я уже сказала это яйцинк и неоцинамид действительно уменьшается мне все время хочется сказать период то есть такие временные характеристики но это будет индивидуально со временем действительно улучшается и регулируется выработка кожного сала и снижается воспалительный процесс но к нему сверху нужен солнцезащитное средство обязательно но рекомендую этот матирующий флюид все-таки к использованию и летом он необыкновенно хорош сыворотка стопакная применяется у нас с вами круглый год и к ней нет особо ограничений в летний период содержит на азлоглицин это производная азолаиновой кислоты который прекрасно используется как в завершении как механической ультразвуковой чистки в стандартных салонных процедурах так и как средство для ежедневного применения и очень хороша при переходе с медикаментозного лечения чтобы избежать рецидива очень мягкое увлажняющее действие ну и соответственно действие азолаиновой кислоты как против воспалительной как выравнивающей так и осветляющей кожу гель интенсив регенерация наверное идеальное средство который тоже кстати содержит бета-блюканы и заживляющие компоненты да которые восстанавливают любой процесс да сразу хочу сказать там нет антибактериальных компонентов да но быстро ускоряет заживление воспалительных элементов и повреждений кожи многие из вас с ней знакомы как идеальное средство да она именно так и разрабатывалась после повреждающих процедур интенсив регенерацию мы рекомендуем обычно использовать как после мезотерапии после лазерной терапии которая повреждающая также после той же лазерной фото эпиляции да после химических пилингов на закрытие процедуры да но еще и в летний период ее можно использовать для сохранения кожи в нормальном состоянии также у нас наверное везде это написано но я повторюсь да то есть это идеальное средство если вы сгорели быстро восстановить кожу это тоник с гидролизатом коллагена сыворотка интенсив регенерация и фото защитный крем у нас даже есть набор путешественника куда входит как раз очищающий гель мягкий который не повреждает вот эту чувствительную сгоревшую кожу да или же раздраженную кожу которая нейтральная абсолютно пиаж плюс интенсив регенерация и защитный крем на фоне ожога да то есть или перегрева то это будет тоник еще алоэ вера с коллагеном для быстрого восстановления кожи и после чего закрывается сывороткой также хотелось бы не вижу слайда немножко я поэтому перескакиваю извините я теряла свой любимый слайд который видимо не сохранился ну ладно для того чтобы повысить устойчивость кожи к ультрафиолету и избежать повреждений кожи да то есть фотостарения и избежать посттравматической вот такой вот пигментации на фоне акне да после воспалительной пигментации в летний период да нужно действительно обратить внимание на средства которые содержат антиоксиданты и компоненты которые улучшают действительно состояние кожи в натуральной линии для клиентов я бы обратила внимание на сыворотку true baby face которая содержит во-первых неоцинамид что очень хорошо для клиентов с проблемной кожей да неоцинамид обладает севрегулирующим действием противовоспалительным действием также это профилактика пигментации плюс в составе витамин c в стабильной форме он достаточно стабилен не разрушается на солнце поэтому его можно использовать как днем так и в вечернем уходе и также я уже рассказала про маску скраб кофе брейк которая содержит также энзим граната для дополнительного домашнего ухода да постпроцедурного чтобы регулировать выработку кожного сала да и мягко отшелушивать кожу улучшая как салоотделение так и дыхание кожи плюс в составе не сказала вам сейчас скажу в составе маски скраба также есть лизаты бактерий да которые микробиом фрэнгли да и восстанавливают баланс бактерий на коже что опять же будет актуально для клиентов с проблемной кожей также есть у нас универсальные средства которые можно использовать как в салонных процедурах так и в домашнем уходе причем подходят они для клиентов как молодого возраста так и для клиентов возрастной категории гель пектиновый идеальный наверное гель для того чтобы поддерживать на коже кислотную среду имеет гель низкий pH да в составе его пектин помогает если брать возрастных клиентов и тонизировать кожу для молодых клиентов очень хорошо увлажняет кожу и поддерживает кислый pH осветляет кожу для клиентов склонных к глиментации в том числе пигментация на фоне постакне поэтому это идеальный гель можно использовать как в дневное так и в вечернее время и также его можно использовать в салонных процедурах как пудо-паратный уход то есть его можно вести любым форезом после той же процедуры ультразвукового пилинга можно нанести как сыворотку дополнительную для того чтобы восстановить кожу также для тех у кого нет пектиновой маски ее можно использовать в программе вот этой комплексной чистки или того же себорегулирующего ухода перед УЗИ пилингом для того чтобы немножко разрыхлить верхний роговой слой и сделать комедоны мягче чтобы потом можно было их легко почистить многие косметологи ее так и используют она наносится так же он наносится так же как энзимная маска под пленку на несколько минут по своему составу именно по разрыхлению пектиновую маску конечно не переплюнет но поможет сделать тот же ультразвуковой пилинг более глубоким то есть более эффективной процедуру ультразвукового пилинга сделать поможет гель увлажняющий плюс несмотря на то что это аппаратный гель и находится у нас просто в линии гидротейшн это идеальное средство опять же выхода после медикаментозного лечения на медицинских препаратах для того чтобы восстановить гидролипидную мантию и в составе также есть компоненты которые микробиум френдли при этом гель достаточно плотный если брать какие-то сыворотки по плотности он плотный эластичный гель но эта пленка вот эта плотная пленка не липкая она дышащая прекрасно восстанавливает пересушенную кожу и идеально подходит для людей с проблемной кожей можно завершить и салонную процедуру можно опять же положить под маску и в домашний уход для дополнительного увлажнения и восстановления поврежденной кожи особенно вот как раз в летний период когда кожа нужна дополнительная влага это идеальный помощник в работе косметолога а также просто в домашнем использовании напомню про наш это просто напоминалка напомню что у нас есть чудесное средство демотен да которое содержит препараты серой и после лечения розация демодекоза на пересушенную кожу как дополнительное увлажнение а в летний период как профилактика рецидивов да демодекса и акне и розация да идеальное средство дополнительного ухода просто напомнить это не способ лечения да то есть а дополнительный уход и восстановление кожи которое очень хорошо успокаивает и дополнит любой уход за кожей также хочу еще немножко сделать такое отступление на соблюдение водного баланса и именно достаточное количество воды в рационе очень смешно иногда это выглядит когда я говорю сколько вы пьете да или рекомендуете вашим клиентам больше пить воды об этом наверное многие знают но успех как защиты от солнца да как профилактики той же самой пигментации также опять же таки успех лечения того же акне да или же углевой болезни это достаточное количество воды да поскольку мы с вами с этого начали то что любая любой воспалительный процесс это не только процесс на коже да то есть он всегда сопровождается с какими-то внутренними дополнительными да явлениями да и в жару именно для сохранения здоровья кожи для сосудистого статуса да вообще для общего тонуса хорошо пить чуть-чуть больше воды я опять же напомню что суточная норма никто никогда не говорит и разные источники по-разному это все интерпретируют да но стандартная норма это на 1 килограмм веса 30 миллилитров воды каждый индивидуально может посчитать да то есть нет такого чтобы 2 литра воды обязательно 3 литра воды обязательно этот вопрос вообще всегда обсуждается с врачом по результатам анализов людей с сопутствующими заболеваниями да это может быть и больше а кому-то может быть и меньше этой нормы поэтому среднее статистическое общее так сказать условно здорового человека это 30 миллилитров на 1 килограмм веса да там допустим в моем случае да то есть это где-то литр 700 да для кого-то литр 800 для кого-то 2 литра да то есть это всегда индивидуально поэтому тоже не нужно про это забывать и в общем получается чтобы сохранить кожу в летний период здоровой прежде всего да то есть это защита кожи увлажнение и питьевой режим туда да то есть дополнительное увлажнение могу пробежаться сейчас даже не могу а хочу пробежаться по универсальным наверное средствам для косметологов летний период это действительно полезно иметь в кабинете потому что например сыворотка 3d увлажнение это универсальный препарат который прекрасно подойдет для работы практически со всеми типами кожи там три вида гиалуроновой кислоты которая прекрасно поддерживает водный баланс кожи и идеально подходит для клиентов еще и с проблемной кожей у нас очень часто в протоколах лечения точнее поддерживающего ухода всегда присутствует для проблемной кожи сыворотка 3d увлажнение я сегодня ее немножко упустила потому что хотелось рассказать вам интересных средствах которые могут решать проблемы как в салоне так и в домашнем уходе но сыворотка 3d увлажнение идеально под любой крем или можно ее в сложных уходах использовать как дополнительное средство а сверху воспользоваться еще какой-то сывороткой направленного действия к примеру это будет гель антикуперозный к примеру если есть проявление сосудов также хотелось бы обратить внимание на наверное очень мощный антиоксидантный коктейль такой возможно многие с ним еще не познакомились или же не обратили на него какого-то достойного внимания это сыворотка сиэнджи которая наверное является таким кладезь антиоксидантов в составе сыворотки и неоцинамид два вида витамина С плюс там рифератол и дигидрокверцетин липосомальный да который относится у нас к одним из уникальных компонентов и сыворотка подходит опять же таки для клиентов с проблемной кожей здесь нюанс она достаточно плотная и летом наверное для клиентов с проблемной кожей ее лучше применять в вечерний период одну без каких-то дополнительных кремов потому что она достаточно плотная но для кого-то она будет идеальной я скорее всего сужу по себе и по категории своих клиентов поэтому идеальный вариант для повышения устойчивости кожи как к ультрафиолету так и возможным рецидивам и также коррекция той же самой пигментации постакне поскольку там два вида витамина С и они все устойчивы к солнцу поэтому совершенно спокойно ее можно включить в уход летом для клиентов с жирной проблемной кожей ну и неоцинамид будет еще контролировать выработку кожного сала поэтому здесь идеально идеальная картина будет складываться без каких-то агрессивных возможно кислотных или же опять же медикаментозных средств ну и хочу наверное потихоньку завершить нашу сегодняшнюю встречу я надеюсь что рассказала практически про все средства которые помогут и косметологу в салоне контролировать уход за проблемной кожей так и в домашних условиях возможно даже кто-то хотел бы перейти с кислотных средств или же что может быть ретинол использовали в ретнем уходе но есть опасения что будет рецидив летом или же кожа будет салиться появится жирный блеск опять появятся эти комедоны какое-то воспаление то есть можно регулируя и ухаживая за кожей защищая ее прожить летний сезон и перейти опять на привычные средства я знаю что очень много людей борется с акне всю жизнь кто-то можно сейчас одну секунду я вижу можно допустим конечно подключить сюда и питание но как правило это не всегда возможно изменить режим изменить привычный образ жизни поэтому есть средства которыми мягко можно контролировать весь вид